Мы рады приветствовать вас, дорогие друзья, возлюбленные братья и сестры на очередной встрече в рамках субботней школы, посвященной изучению Евангелия от Марка. Мы продолжаем знакомство с Библией, Иисусом Христом, воплощенным Евангелием, тем, который меняет жизнь каждого человека. И мы очень хотим, чтобы изменилась не только наша жизнь, наш характер, но и характер, и жизнь наших близких, наших родных. И поэтому приглашаем вас и призываем не только быть участниками изучения Священного Писания, но быть теми, кто делится познанием о Господе со своими друзьями, со своими близкими. Помните, что всякий раз, когда вы нажимаете кнопку «Нравится» под христианскими передачами, поделиться, когда вы пишете свои комментарии, когда вы делаете ссылку на просмотренную христианскую передачу и делите с этой ссылкой в социальных сетях, «Круг людей, благодаря вашей активности, существенно расширяется. Люди знакомятся с Господом, а это значит, их жизнь становится лучше. Они обретают веру, обретают спасение». Сегодня в этой студии приглашены мои друзья, пастор церкви Анатолий Танасе и Анжелика Вишня, известная музыкант, исполнитель христианских песен, бизнес-вумен, человек, который координирует и администрирует множество христианских проектов. Мы очень рады, что вы нашли время и возможность участвовать в этой передаче. И первый вопрос – это вопрос к вам. Как, имея столько ответственности, это и мать четверых, пятерых детей, жена, дочь, бизнес, служение, социальное служение, творчество, подготовка, исполнение, концерты. Как и где вы находите энергию и как вы распределяете свой день, чтобы успеть сделать вот столько много дел? Могли бы вы поделиться секретом этого? Всем добрый день. Мне очень приятно, что я присутствую на этой передаче. И, знаете, с детства отец мой научил меня планировать. У меня всегда был листочек, и он говорит, если ты хочешь все успеть, листочек прикреплял к стене и все писал. Вот столько-то тебе времени там покушать, столько музыкальную школу, столько-то со школы ты придешь такое-то время. И все это осталось на многие годы. И училась уже, когда в консерватории, тоже профессор сказал, лучше маленький карандаш, чем большая память. То, что мы пытаемся запомнить, мы люди грешные, и мы не в состоянии все запомнить, потому что одно дело требует много времени, другое меньше. И мы просто отвлекаемся и можем забыть, не успеть, и потом переживаем, нервничаем. Когда у тебя все записано, все спланировано, и ты следуешь четко по пунктам, и ты следишь за этим. И самое главное, цель твоей всей жизни, что в твоем дне сегодня. Как я всегда прихожу на урок в субботнюю школу, в субботу, и говорю, чему вы посвятили всю неделю, посмотрите, в каждых сутках 24 часа, чему вы посвятили каждый день вот эти 24 часа. И сразу вы поймете, кому вы служите, и у кого вы черпаете силу, или кто отбирает у вас. То есть первый секрет — это составить список дел, которые нужно делать, и, наверное, потом с удовольствием вычеркивать. — Вычеркивать обязательно. — Сделала, сделала, сделала. — Это как теория закрытых окон. Открытых и закрытых. Закрыл, закрыл, успел, сделал, сделал. — А как вы определяете в списке дел, что является приоритетным, самым важным, что нужно сделать, несмотря ни на что, и в первую очередь? Как вы определяете значимость тех дел, которые в вашем дне? — Ну, смотрите, если есть вещи, которые запланированы заранее, допустим, если я делаю какие-то определенные программы, которых очень много в течение года, они запланированы, они конкретно стоят, определенные даты, к ним надо готовиться каждый день. Есть, когда Бог тебе говорит, надо завтра поехать и сделать вот так, вот так, вот так. Ты тогда должен все бросить, потому что так сказал Бог. Ошибок нет, потому что если Он говорит, и ты делаешь, и ты понимаешь второго варианта, здесь бы не было второго случая. Вот сегодня был такой день, больше не будет. Нужно все оставить. Но опять-таки, если ты молишься, если все-таки, знаете, не игра в религию, как сегодня очень много формальностей, а если ты действительно живешь этим, дышишь этим, и если ты просыпаешь, открываешь глаза, и ты не думаешь, в какой форме тебе начать молиться, быстренько надо одеваться или бежать, или в специальное место, если ты сразу начинаешь разговаривать с Богом, и не важно в какое-то время, я могу в 4 утра проснуться, иначе Бог что-то хочет мне сказать. И если у тебя вот это есть общение, тебе обязательно приоритеты будут выстроены. Что первостепенно, что нужно все-таки бросить, сделать можно и попозже. Но это только когда ты с Богом. Спасибо. У каждого человека есть свой день, свои обязанности, свои дела, и каждый старается успеть сделать все. У Христа было очень мало времени для того, чтобы ответить на нужды разных категорий людей. И поэтому сегодня мы познакомимся с тем, из чего состоял день, обычный день нашего Господа, чем был наполнен этим делом, и где Он находил время и силы, энергии для того, чтобы выполнить все те вызовы и служения совершить, которые нуждались окружающие люди. Прежде чем мы познакомимся с этим, представленным в Евангелии Марка, примером нашего Господа, приглашаю, чтобы Бог, помолиться, чтобы Бог благословил нас мудростью и пониманием Его Слова Евангелия. Помолимся. Дорогой наш любящий Небесный Отец, мы благодарны Тебе за то, что Ты нашел нас в этом грешном мире. Мы благодарны, что Ты называешь нас своими детьми. Мы слабые, грешные. Мы понимаем, что мы нуждаемся в Тебе каждое мгновение. Мы нуждаемся в Твоей мудрости, в исцелении, в том, чтобы Ты нас поддерживал, укреплял. Мы нуждаемся друг в друге. И поэтому мы просим, чтобы Ты присутствовал сейчас, на это время с нами, и чтобы мы понимали истину, какая она исходит от небес, чтобы правильно все было расставлено, все приоритеты, чтобы наши сердца были открыты. И мы просим, Духом Твоим Святым, будь с нами, открывай наши сердца и вложи в них все, что мы должны знать. Тебе честь, слава и поклонение нашему любящему Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь. Аминь. Итак, Евангелие от Марка, первая глава. Иисус выполняет миссию, чтобы донести благую весть до людей повсеместно. И 16 текста мы можем познакомиться с тем, с чего начиналось не только день, но осуществление этой миссии. Иисус призывает людей для выполнения миссии. Кто эти были люди и насколько важно было для Иисуса вовлечение простых, не имеющих специального, скажем, богословского образования, людей в выполнении миссии. Ну, нужно отметить тот факт, что ученики, с которыми мы встречали, это не первая встреча с Иисусом. Кому подошел Иисус, уже было такое, знаете, предварительное знакомство. Потому что мы это наблюдаем и в других Евангелиях, в особенности Евангелия от Яна. Потому что ученики, которые впоследствии стали учениками Иисуса, они были учениками и у Яна Крестителя. Поэтому они были свидетелями того события, где, ну, красиво описал Репин, да, то есть явление Христа, народу. То есть это событие как раз и произошло на крещении Иисуса. И когда Иисус подошел к этот момент, они понимали, они не познакомились тогда. Но самое торжественное, что здесь прослеживается, это приглашение, которое Иисус оказал им. Такой чести не мог удостоиться каждый. В те времена любой мальчик, который посещал синагогу, мечтал быть учеником у какого-то раввина. И тот факт, что Иисус их находит здесь, у берега, и делающий такую, знаете, далеко не самую престижную работу и призыв быть учениками. Это только говорит о том, что они в своей жизни, наверное, давно уже решили для себя, что они никогда не будут в чести и не будут приближены к этой чести, благой чести. Но сейчас как раз Иисус оказывает им эту благую честь. Удивление, конечно. И в другом Евангелии как-то произошло, и чудо. Но Марк очень скуден на описании этого. Но одно очень интересное. Иисус подошел к ним там, где они как раз занимались. Знаете, не знаю, были ли вы в ателье у кого-то, знаете, когда есть такой рабочий беспорядок. Вы как музыкант, когда вы что-то готовитесь, там не самый лучший момент зрелища, когда вам нужно видеть. И тебе это неудобно, потому что ты здесь и в неудобной, так сказать, не самой красноречивой одежде, и не самой... Ну, приготовление пищи дома женой это ателье, который ты можешь видеть часто. Все как есть. То есть Иисус посетил их так и увидел их такие, какие они есть. И в этот момент, конечно, ученики ответили на этот призыв, благородный призыв. А не стать им учениками, учениками великого. Потому что они понимали, что он особенный человек. Может быть, не до конца понимали, что он мессия. Но понятно, что это особенный, это учитель. Почему Иисус вовлекает людей в выполнение мессии? Ведь сам бы Он сделал гораздо успешнее это, чем через несовершенных, грешных людей, которые имели свои духовные, может быть, проблемы. Я думаю, что ответ, начиная от бытия. Смысл бытия. Почему Господь создавал человека, создал вообще Вселенную? Потому что Он любит. И Он любит людей. И вовлекая людей для людей, эти люди должны были поступать подобно Ему, подобно Богу. И они должны были учиться. Поэтому у них статус сразу, изначально был ученики. То есть учиться. Как можно объяснить и понять слово ученик? Мы воспринимаем это как тот, кто сидит в школе, все время учится и никогда не может выпуститься. В понимании современников Иисуса ученик – это кто? Ну, можно было бы понять. Есть несколько синонимов для этого. Последователь. То есть это лучше всего, наверное, потому что идет за ним. Можно было бы сказать, очень интересно, как Гомер в некоторых работах описывает учеников как имитирующих учителя. Как имитирующие. Поэтому можно было бы сказать, наверное, потому что греческий мир уже посетил в те времена Иудею, можно было бы сказать, что они имитируют. Они должны были научиться быть Иисусом. Для других людей. Я хотела добавить. Иисус пришел в то время, когда много было искажено в истине. Очень много. В социальных слоях, тот выше, тот ниже, тот так. Было искажено само, саму суть, характер Бога. И Он пришел, чтобы показать характер Бога. Почему мы читаем, что Он пришел не чтобы Ему послужили, а чтобы послужить другим. И Он хотел изменить вот это мышление у всех слоев населения. И пришел к народу и показать, какими должны быть ученики, какими должны быть его последователи, имитаторы, как угодно уже можно создать. Знаете, в чем парадокс? Ведь ученики для себя в своих глазах и в глазах, наверное, общества, то, чем они занимались, это, можно бы сказать, категория неудачников. И вот парадокс заключается в том, что из этих неудачников, поэтому Иисус и формирует, так мы же только ловцы рыбы, а Я вас сделал ловцами людей. Это удивительно. Это парадокс, который меняет сам Бог. Евангелист говорит о том, что они ответили на призыв Иисуса и последовали за Ним. Если мы хотим стать учениками, а Иисус хочет, чтобы мы стали учениками все народы, Он не хочет, чтобы люди просто были прихожанами в церкви или исполняли какие-то обряды, но чтобы мы взирали на мастера, на нашего учителя, на нашего Господа Иисуса как пример жизни. И если мы задаем вопрос, а что значит следовать за Иисусом, что делал Иисус и что должны делать Его ученики, то мы можем это понять, когда мы читаем, как проходил день нашего учителя, нашего Господа. Следующая история происходит в синагоге. С 21 по 28 текст когда Он пришел в Капернаум, вошел в синагогу и учил, и произошло что-то необычное. Обратите внимание, здесь написано, что учил их, как власть имеющий. Все внимание, понимаете, что если ученики будут иметь эту силу, как власть имеющий, и нас будут слышать, все внимание, был акцент на Иисусе. И вдруг кому-то это не понравилось. Прочитайте, пожалуйста. Я вот сейчас зачитаю. Вошел Он в синагогу и учил. Дивились Его учению, ибо Он учил их, как власть имеющие, и не как книжники. В синагоге был человек, одержимый духом нечистым. Он вскричал, оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин. Ты пришел погубить нас. Знаю тебя, кто ты, Святый Божий. Но Иисус запретил Ему, говоря, замолчи, выйди из Него. Тогда дух нечистый, сотрясший Его, вскричав громким голосом, вышел из Него. Все ужаснулись, так что друг друга спрашивали, что это, что это за новое учение, что Он и духом нечистым повелевает со властью, и они повинуются Ему. И скоро разошлась о Нем молва во всей окрестностях Галилея. Самые интересные здесь моменты, это то, что говорил, как власть имеющий, все внимание было акцентировано, потому что говорил немножко по-другому, не так, как написано книжники и фарисеи. Нужно было отвлечь. Тут же появляется, мы же понимаем, что не от Бога, мы видим бесноватого, который четко понимает, кто перед Ним. Другие не понимали, кто Иисус и какой властью Он говорит. Они не понимали. Это видно. Когда начали понимать, они испугались и так далее. Но в данной ситуации нужно было отвлечь. И они думали, что получится полностью отвлечь Иисуса Христа. Но на самом деле сама ситуация привлекла к Иисусу еще больше внимания. Потому что нечистый, одержимый сказал, я знаю, кто ты, ты святый Божий. Он показал тем, которые не знали, кто перед Ними. В связи с этим, если звучит повеление выйти из человека этого беса, почему звучит повеление замолчения? Это такая мощная, громкая реклама. Но почему Иисус говорит, замолчи? Почему не дает возможности этому бесноватому свидетельствовать о том, что Он Сын Божий? Впервые здесь Марк открывает видимый и невидимый мир. Видимый мир, ну, люди как люди, вроде Иисус тоже человек. И тут сразу. И учит Он не как люди. Отличается. И Его учение абсолютно отличается. Он другой. А какой Он? есть власть, есть сила. Откуда эта сила? Невидимая сила. Но все это понимают и сотрясают каждого. И вот тут эта невидимая сила раскрывает еще одного. Ну, вроде видимый человек в синагоге. Человек как человек. И вдруг в нем невидимый голос, невидимый демон. Люди-то понимают, что они Его не видят, но понимают, что Он реален. раскрывается и другая сторона реалий. То есть невидимая. И здесь сразу раскрывает эту великую борьбу между Христом, невидимым, этот невидимый мир, который, по сути дела, вплетен в этот видимый мир. И то, что глаза видят, не обязательно отражают реальность. И вот как раз здесь демон об этом и говорит. Я знаю тебя. Можно только предположить эти слова, как написаны, интонацию. Конечно, в оригинале очень сложно это проследить, но можно понять в контексте, что сам демон, понимая, кто перед ними, эта власть, эта вот сила, эта вибрация, слово, его присутствие, убоялся он сам о себе. Поэтому я знаю, что я о тебе. И мы это встречаем и в других местах в Евангелии, когда бесы боятся его. Ты пришел погубить. Совершенно верно. И здесь как раз разрывается. Но Иисус повелевает ему молчать и выйти. Что интересно, выйдя из человека, он же не убивает демона. И тут как раз вопрос, конечно, а почему не уничтожил так сразу на месте. Это только раскрывает его мессианство, его задачу. Иисус пришел не для того, чтобы раскрыть о себе. Это будет позже. Это намного позже. Он пришел и он воплотился. И тут только можно понять, насколько это тайна спасения или плана Божьего, как она воплощена, как она раскрывается здесь, как она проблески этого света. Иисус пришел для того, чтобы спасти. И ему не нужна была, скажем так, реклама, которая навредит его работу. Потому что мы же понимаем, заканчивается этот фрагмент этой истории и все услышали. И все. Но не вопрос в том, что раскрыли самого Иисуса, а тот факт, что Он повелел и Он исцелил. И все удивились, все спрашивали, это что за учение? Что-то другое. Как нам это понять? Как нам это поместить у себя в голове в своем богословии, я знаю, в своем понимании? Как увидеть себя, свое место в этой вселенной? Наверное, мы не знаем многие вещи, которые происходят вокруг нас. И они поняли, что перед ними тот, кто есть, Он имеет власть. Если Он имеет власть от демонов освобождать, наверное, имеет власть и от других вещей. То есть это есть добрая весть, Евангелие. Совершенно верно. Иисус – это воплощение самого Евангелия. Свобода, свобода, мир. И представляете себе, это такое отголосок для каждого из них. А ведь то, что происходит сейчас, мы только об этом читали в истории, как Бог, а Он является в нас, Он здесь, среди нас. И вот приблизилось царство, царство, где нет места бесовским духам. Там, где царство Божие, где есть царь, там не будет места. Где есть Иисус, нету бесов. Там нет бесов. А выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея, с Яковым и Иоанном. Что произошло в этом доме? Очень интересно, что вот я бы хотела от нашей реальной жизни перейти вот, то, что в Библии вот эта история очень интересная. Ну, мы, суббота у нас, покой, с пятницы, захода солнца, мы оставляем всю работу, мы хотим душой и телом отдыхать, мы не хотим, чтобы нас беспокоили телефонными звонками, чтобы что-то мирское, да, мы хотим, ну, полного покоя. Вот, мы пошли на служение, все хорошо, кто-то там трудится, кто-то просто отдыхает, слушает все, что кто-то приготовил. Идет домой, обед, может, друзья, мы собираемся там пообедать вместе. И вдруг, ну, неудобная ситуация, мы заходим в дом, а там очень тяжело больной человек. Страдает. И мы такие, опа, наш покой нарушается. И мы видим, что, как Иисус поступал вот в подобных ситуациях, потому что в эту ситуацию любую такую можем попасть мы. И вот мы с вами смотрим, когда они зашли, да, в дом, теща же Симонова лежала в горячке. Понимаете, это не просто была ангина, она билась в горячке, это агония в горячке. Тотчас, говорят ему о ней, подошед, он поднял, поднял ее, взяв ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, она стала служить им. Здесь вот интересно, а, давайте еще дальше, вот, при наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых. Весь народ собирался там, ко двору. Какой день у Иисуса субботний получился? Не было такого, мы с вами не прочитали, он пошел, полежал, он пошел, поспал, покушал, оставьте меня, я втихонечко, святой субботний, покоя меня. Он был там, там он, в синагоге он говорит, потом он пришел сюда, здесь больная, теща, он старается все сделать, тут же ее исцеляет. Обратим внимание, что произошло с этой женщиной. Она, то есть, поняла, что она исцелена, тут же начала прислуживать им же, тут же узнали, исцеляет, идут к нему люди, идут, ненормированный субботний день, я бы так сказала. Это пример каждому из нас, что, что бы в жизни не происходило, мы не должны, это не наше место жительства, мы должны, если мы четко понимаем, что такова земля, какая она сейчас, это не наше место жительства для постоянной покоя, для отдыха, наше место Бог приготовил. А здесь наша задача, здесь формируется наш характер. И мы должны, вот то, что делал Иисус, мы суббот, надо исцелить, надо исцелить, надо посетить, надо посетить, надо помочь, кто-то хочет сказать что-то, болит у него даже, тот плачет, тот страдает, мы каждый раз не знаем, какие новости нас ожидают, мы не должны убегать от этого, не должны бояться, даже если болезнь какая-то, постигать, только исцеление, опять, кто исцелил? Кто восстанавливает наши духовные, моральные, физические силы? Только Господь. То есть, Ивангрия состоит в том, что Иисус не только от нечистых духов освобождает, но и от болезней. И удивительно, что тот, кто принимает это восстановление, он сам становится служителем. Служителем. ученик Иисуса тот, кто служит. Все, встал, пошел дальше. Нужно понимать, что это суббота, это восстановление идиллии рая. Но в рае нету ни демонов, ни злого, не горячки. И не от болезней, не от больных. Поэтому Иисус восстанавливает, поэтому излечение происходит, о чем вы как раз и упоминали. Мы видим о том, что весь много больных, много бесноватых, весь город собрался к дверям. Он исселил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. И вот возникает вопрос, и очень важный вопрос, а где секрет, источник силы Иисуса, который был облечен в человеческую плоть, который так же жаждал, так же голодал, так же уставал, где найти силы? Вот где найти человеку силы и энергии для того, чтобы служить другим, работать и в доме, и в семье. Следующий отрывок, он открывает как раз вот этот источник силы. Прочитайте, пожалуйста. Иисуса. Да, а утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место и там молился. Симон и бывшие с ним пошли за ним и, найдя его, говорили, все тебя ищут. Все ищут. А он... Спрятался. А он спрятался в одиночестве. Какая роль вот того, что Иисус весьма рано встал в том, что он молился в том служении, которое он совершал и для чего его много искали, потому что нуждались? Конечно. Нам нужно понимать, что Иисус исцелил абсолютно все. Всех. Никто не ушел. Нужно понимать и человеческий фактор. Потому что, почему люди пришли ночью, вы представляете себе, допоздна, обычно в Израиле в те времена ночью не проходили собрания. Потому что темная сторона суток, темно. И темно, когда в те времена считали, что темная сторона или темное время суток это не божественно. То есть, это неправильно. Потому что и суды не происходили. Многие вещи, собрания, но сюда приходили. Пришли, потому что они боялись, что могут на второй день не застать Иисуса. И они понимали, что если не придут, застанут его, то получат желаемое. Сегодня благоприятный день. Сегодня день спасения. Не завтра. А вот и видим Иисуса, Он уставший допоздна. И все-таки мало спал. И очень рано встал для того, чтобы уединиться. все наверное спали. Потому что и ученики не понимали, куда он. Они только проснулись утром и поняли, что его нет в их среде. И начали его искать. Но они знали, где его искать. Но уже у двери или у ворот у двери уже стояла толпа. Уже люди искали его. Теперь давайте ответим на вопрос, где Иисус? И здесь его находят. Но Марк очень интересно отмечает. Он пошел молиться. если Господу Христу, который есть Бог, воплощенный в человеческое тело, в человеческую природу, нуждался в молитве и в общении с Отцом. Конечно, сегодня, наверное, не самый удачный образ, но это образ батареек. Потому что на сегодняшний день это очень понятно. Батарейка, какой бы девайс хороший бы не был, но если разрядилась батарейка, он бесполезен. Иисус черпал в общении со Своим Отцом доверие полным. И здесь, конечно, мы можем только лишь понимать в этой великой борьбе, что Иисус отказался от Своей силы. Он остался Бога, но отказался от Своей силы, показав людям пример, что силу можно черпать, исцелять, изгонять бесов и так далее. Эту власть Божественную можно получить лишь только от Бога, от Отца Небесного. Спасибо. Один христианин, который был очень загружен разными делами, говорит, сегодня у меня очень много дел, это значит, я должен много молиться. И чем больше дел, чем больше вызовов, тем больше ты нуждаешься в энергии, которую может дать только Бог. Он дает способность управлять временем, он дает здоровье, он дает мудрость, и с Богом можно решить более успешнее и эффективнее те дела, которые ты пытаешься делать без Бога, экономя время, не проводя его в молитве. Можно пример приведу короткий? Я недавно похоронила своего отца. Соболезный. Да, спасибо. По паскудам отец умер в Рыбнице, нас разделяет расстояние 120 километров. Мама там, и мне приходилось ездить, муж был в больнице, и мне приходилось ездить в Кишинев, Рыбница, и это два раза в день, туда-обратно, туда-обратно, потом подготавливаться к похоронам, но можно только кто прошел это догадаться, как я истощена была. плюс само горе, плюс мама, которая прожила с папой 59 лет вместе, ей как отрезали часть тела, так тяжело, и я поняла, что я измотана, я не могла спать, я не могла есть, у меня начались головные боли, это тот физическое тело, которое подвержено страданиям, и та жизнь, что мы здесь теряем, теряем родных, горе стучится в наш дом, мы не ждем этого, никто этого не хочет, боль, вот это боль, что с нашей силой, что с нашей энергией происходит, она как будто исчезает, и мы часто вот с Игорем, композитором, часто говорим, я включил энергосберегающий режим, мы как бы, я закрыл, закрываешься дома, и ты находишься в покое, и тебе кроме Бога больше никто не нужен, потому что Бог исцеляет, Бог восстанавливает психику, Бог восстанавливает, расставляет все на смысл, потому что стресс и горе тебя выкидывает из твоего ритма, из этих списков, которые написаны, из этого стандартного обычного дня, где ты справляешься, потому что у тебя хватает разума, мудрости, все, а горе тебя выкидывает с этой дороги, и я вот, когда читаю, что Иисус столько людей, вы понимаете, что они завирают у него эту жизненную энергию, он же сочувствует, соболезненно, ему же жалко, он и плакал, он и голодный был, он обычный человек был, ему нужно было восстановить эти силы, и кроме Бога никто не мог это дать, поэтому он нам показал, что когда у тебя что бы ни случилось в жизни, болезнь тебя измотала, горе тебя вышибло из колеи, тебя восстановит только Иисус. Спасибо. Завершается день нашего Господа и он завершается описанием 40 по 45 тексты, приходит к нему прокаженный, и умоляя его, падая пред ним на колени, говорит ему, если хочешь, можешь меня очистить. Иисус, умилосердившись над ним, просер руку, коснулся его и сказал ему, хочу очистись. После сего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист. И посмотрев на него строго тотчас отослал его и сказал ему, смотри, никому ничего не говори, но пойди покажи священнику и принеси защищение твое, что повелел Моисей во свидетельство им. А он выйдя начал провозглашать и рассказывать о происшедшем, так что Иисус не мог уже явно войти в город, но находился вне, в местах пустынных и приходили к нему отовсюду. Как этот отрывок, эта история с прокаженным открывает нам Иисуса, его отношение к изгоям? Иисуса и человека. Да. Смотрите, как, мало того, что, ну, прокаженный, мы знаем, если взять гугли, почитать, это ужасная болезнь, они, эти люди, неизлечимы, они не то, и неизлечимы, они очень тяжело умирали, они поражались суставы, потом по частям отваливались, эти люди их удаляли в определенные долины, и им на веревках, если это в ущельях каких-то, им селений приносили туда еду, не касаясь, ничего не имея общего. Эти люди полностью были изгоями, и никто касаться не мог, потому что эта болезнь была заразная. Знаете, я, когда болела кожным заболеванием, и когда у тебя поражены руки, но эта болезнь не передавалась, это не сравнить с этим заболеванием, которое мы читаем в Евангелии, и когда у тебя руки поражены, лицо, и ты заходишь в общественный транспорт, ты стараешься натянуть повыше, потому что ты берешься за поручень, кто-то смотрит на твои руки, кто-то хочет от тебя подойти подальше, никто не знает, что это. Ты, когда чувствуешь себя ущемленным, то, что тобой пренебрегают. И сегодня, вы знаете, Иисус показал, как он отнесся. Он же должен был быть, он спросил, если хочешь, исцели меня. Обратите внимание, как он к нему, потому что он понимал, что дотронувшись до него, тот, кто до него дотронется, он мало того, что нечист становится. Но Иисус мог исцелить его без того, и не касаясь, как он исцелил многих других. Конечно, как сотни, как говорит. Зачем он прикасается к неприкасаемому? Совершенно верно. Он показывает и оставляет нам пример. Сила, мы до сих пор говорили, сила восстановления, энергия, здоровья. От кого у нас у всех? Только от Христа. У него есть сила взять, отдать, у него есть власть имеющий, говорить мы будем как власть имеющий. И он здесь показывает, что мы, как дети Божьи, как ученики его, не должны ничего бояться. Куда он пошел? Он касался с прокаженным. Есть ли сегодня в нашем обществе люди, которые, как вот этот прокаженный, такой же изгой общества, и люди также пытаются дистанцироваться от них? Совершенно верно. И очень сложно сегодня к нашему стыду мы, как верующие, наши братья, сестры, мы видим, поскольку мы касаемся с этими людьми, кормим кого-то, кормим кого-то, одеваем кому-то памперсы. Очень много березгливостей. Помните, как к самарянину не хотели дотрагиваться, оскверняться, и очень много этого есть сегодня в нашей жизни современной. Ну вот, красиво одет, вы идете на служение, а вам надо быстренько встать и побежать в приют халтей, где есть изоляторы, где гангрена, где открытый туберкулез, где люди просто живьем умирают, потому что от них отказалось общество. Их даже не кормят. И мы стараемся, вот то, что мы говорили в социальной служении, вот ежедневно зимой это 100 человек, летом сейчас это круглогодично мы уже что помогает вам преодолевать вот эту дистанцию и идти к этим людям? Во-первых, это вера, что мы поступаем, как поступал Христос, и в изолятор заходят тоже наши братья и сестры, и возможности, средства, которые ищем, чтобы помочь, потому что открытый туберкулез гангрена, это срочное надо принимать решение. Медикаменты государства не выделяются для этих людей, они не нужны, понимаете? Они есть, но они не нужны. Вот как те прокаженные вот там где-то в ущельях живут, они умирают, если бы еще эти люди не передавали им еду, они бы и от голода умерли. Так и здесь либо мы будем поступать как Христос, вот дом престарелых, вы знаете, что эти инвалиды большая часть, это дом престарелых и инвалидов. Это не значит, что там старики, там очень много молодых инвалидов, колясочников, переломанные позвоночники, выкривленные инвалиды детства, у кого-то слюни текут, у кого-то еще что-то. Но они все хотят тебя потрогать, они тебя хотят обнять. Как ты отреагируешь? Ты пришел, допустим, в социальные программы или к детям больным, мы ходим, допустим, детям, которые больны ДЦП и Дауна. Как они ведут себя, если вы видели, да? Вот. Как они порой не так, как в церкви, все тихо, все гладко, все тихо, пожалуйста, родители, успокойте ваших детей, родители быстренько, детей. А это ДЦП и Дауна. И я повторяю вопрос, что движет вами, почему вы идете к ним? Ну, наверное, не любя людей, всех, ничего не получится. Потому что, если только я пойду из-за принципа, я должен, я один раз пойду, увижу эту картину, и на этом все закончится. Спасибо. Дорогие друзья, Иисус призывает нас не просто ходить в церковь, не просто быть христианами, верующими, но призывает нас к большему, быть Его учениками. Быть последователями Иисуса, это значит идти по Его следам, быть там, где Он, а это значит идти там, где есть нужда, там, где есть боль, там, где есть нужда в поддержке и помощи. Иисус служил обществу, служил людям. И источником Его служения были взаимоотношения с Богом. У каждого из нас есть много обязанностей, но и добрая весть заключается в том, что тот же Бог, который давал силы, энергии Сыну Своему, Иисусу Христу, эти источники силы открыты для каждого верующего. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы мудро управляли своими временем, своим днем, и чтобы в этом дне, в этих обязанностях всегда было место для служения людям и обществу. Приглашаю об этом молиться. Благодарим Тебя, Господь, что Ты есть Бог, освобождающий нас от нас самих, от нашего эгоизма и наших болезней. Благослови, Господи, всех, кто сегодня прикасается к Тебе, всех, кто чувствует то и прикосновение. И дабы исцелиться каждое сердце. Аминь. Аминь. Дорогие друзья, благодарны за ваше внимание и участие в изучении Священного Писания. Искренне желаем, чтобы Господь благословил вас, ваши семьи, ваших родных. Господь да пребудет с вами. Всего доброго. До встречи. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok